Субтитры создавал DimaTorzok Вот почему важно быть твердым и непоколебимым, а чтобы призабиловать в деле Господнем, чтобы не отходить от Божьего дела, а чтобы быть занятым тем, что Господь поручил нам. Посмотрите, относительно же сбора для святых, как я делал распоряжение церквам галакти, так и делайте. Первый день недели каждый из вас пусть откладывает у себя про запас, как Бог благопрепятствовал ему, чтобы не было сборов, когда я приду. Это говорит о твердости. Так как я установил, так и поступайте. Не отходите от этой цели, не сходите с этой дистанции, потому что сойдя с дистанции, враг человеческих душ будет только рад тому. И тогда, когда мы смотрим на все его трюки, начиная от Адама с Евой, и до сегодняшнего дня он всегда пытается сбить нас с этой цели. Сбить нас с этой дороги, с этой рельсы, по которой мы должны ехать, и увести этот путь в другую совершенно сторону, чтобы оставить нас разочарованными, разбитыми, унылыми, неэффективными, в сомнении, в разочаровании. И это его цель. Посмотрите на труд Иисуса, тогда, когда перед ним предстал Ассатаран. Посмотрите в 4 главе Евангелия от Матфея. И обратите внимание, что в самом первом стихе мы видим, что Бог имеет для каждого из нас цель. Для того, чтобы подготовить нас к этой цели, Он будет проводить нас через такие пробы, через испытания. А в этом случае они названы искушением. Посмотрите. Тогда был Иисус в осведенке Духа в дикую местность для искушения от дьявола. То есть, Божий Дух, Он желает проверить человеческую натуру, человеческую часть Иисуса Христа, потому ведет Его в пустыню. Если вы думаете, что для вас легко пройти 40 дней и 40 ночей, а в пустыне без еды и без воды, я думаю, что это очень и очень тяжело. В всяком случае, нам, которые проходят мимо кухни, а там пахнет чем-то, или жареным, или пареным, или чем-то еще. Но Иисус отошел к пустыне, чтобы там не пахло жареным, или пареным, для того, чтобы быть испробованным, для того, чтобы показать нам пример, как выходить из искушения, как остаться твердым, непоколебимым, всегда призабилое в деле Господнем. Не сомневаться и не разочаровываться. Посмотрите в этой же главе, стихи 3 и 4, как дьявол пытается свести его с цели, на которую он назначен. И когда искуситель подошел к нему и сказал, если ты сын Божий, дали, чтобы камни эти сделали с хлебом. Но он ответил и сказал, написано, не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, которое исходит из уст Божьих. Скажите, в сегодняшний день, почему наши люди такие редкие? Потому что многим сатана сказал, что тебе нужно из камня делать хлеб. И из-за того, что люди заняты вот этой суетой, они не пришли сегодня для того, чтобы напитать себя хлебом в жизни. Чтобы никогда не приходить в жажду. Потому, когда Иисусу предлагается нам подобный трюк, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Тебе же нужен хлеб, ты же не можешь без хлеба жить. Иисус, а посмотрите, что он отвечает. Потом берет его дьявол в святой город и ставит его на вершину храма. Говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз. Ибо написано, ангел своим даст повеление относительно тебя и на руках своих. Они понесут тебя, чтобы какое время ты не ударился, а камень ногой твоей. Мы снова и снова видим, как дьявол желает отвлечь Иисуса от той цели, которая поставлена перед ним отцом. Для каждого из нас есть Божья воля, которой мы должны следовать. Мы говорили в прошлый раз, и будем говорить и сегодня еще, о той цели, которую оставит перед нами Бог. Переверите, пожалуйста, снова этот отрывок из первого послания Петра, 4 главы. Вы посмотрите на 4 главе, я прочитаю 2 стих. Чтобы остаток своего времени в плоти, ему жить уже не для похоти человеческих, но для воли Божьей. Вот для этого Бог позволяет нам дышать, наслаждаться природой, видеть солнце, переживать все, что мы переживаем, чтобы жить для воли Божьей. И в чем воля Божья? Воля Божья заключается в трех словах. Бог пришел для того, чтобы спасать грешников. Если мы не заняты спасением грешников, тогда мы не выполняем волю Божью. Мы живем для себя, для своих похотей. И этого желает делать сатана. Чтобы мы жили для себя. Надо университет, надо за детьми, надо за машиной, надо за множество, множество нужд. А он ставит перед нами, чтобы мы не выполняли волю Божью. Тогда, когда мы осмотрим Писание, смотрим на примеры, описанные здесь, раз вы в послании Петра, посмотрите в Якова, 4 уголом, 7 стих. В 4 главе, 7 стих, Бог предлагает нам уверенный метод, как избавиться от искушений. Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Не бывает одного без другого. Мы не сможем избавиться от дьявола, если мы не покоримся Богу. И если мы покорились Богу, это еще не значит, что дьявол просто так убежит от нас. Дьяволу нужно оказать сопротивление. И сопротивление, которое мы оказываем ему, твердой, непоколебимой верой. Когда мы приходим к Богу, переверните, пожалуйста, в Петра, 5 главе, 8 и 9 стихи. Здесь чуть больше мы увидим о вере. 1 Петра, 5 глава, стихи 8 и 9. Посмотрите, будьте трезвым, будьте бдительным, потому что противник ваш, дьяволка, крыковый, щелев, ходит вокруг, ища кого сожрать. Которому противостойте, чем? Чувствами? А, чем? Скажите, извини, мне некогда тебя слушать. А, нет. Он говорит, твердую верю. Знай, что те же скорби совершаются братьев ваши, которые в мире. Все люди абсолютно проходят через скорби. И каждый раз дьявол говорит, а хочешь быть богатым? А хочешь быть славным? А хочешь быть в престиже? Или еще как-то. И хочет предложить там свой метод, как избежать скорби. Но, мы находим в 9 стихе, совершается братьев ваши, которые в мире. Скорби есть у всех. От них никак мы не избавимся. Не нужно клевать на крючок сатаны, о которой скажут, вот, веди на эту работу. Заработаешь больше денег. Вместе с тем, что ты зарабатываешь больше денег, а твои дети будут погибать в компьютерных играх или еще где-то в интернете зависать. И ты вместо того, чтобы приобрести их для Господа, потеряешь вместе и работу, и зарплату. И дети. Потому, тогда, когда мы осмотрим на множество примеров, описанных в Священном Писании, мы сегодня посмотрим на одну из них. Каким образом я могу противостоять ему твердую веру? Посмотрите в Луки, 4 главу, 9 стих. Здесь снова видим описание искушения Иисуса. И это последнее искушение, мы прочитаем отсюда. 4 глава, 9 стих. В 9 стихе он привел его в Иерусалим, поставил его на вершину храма и сказал ему, «Если ты сын Божий, проси отсюда вниз, ибо написано ангелом своим, он даст повеление тебе, чтобы хранили тебя, и на руках своих понесут тебя, чтобы в какое время ты не ударился о камень ногою твоей». Но, заметьте, что отвечает Иисус на такое искушение. Но, отвечая, Иисус сказал ему, «Сказывай, не искушай Господа Бога твоего». И когда дьявол окончил все искушение, он отошел от него на время всего лишь. Мы не избавлены от искушения тем, что противостоим ему твердой веры. Мы знаем, что если сегодня он нас искушает славой, завтра он зайдет в другой страны и будет нас искушать любви к деньгам или каким-то еще своим трюкам, чтобы увести нас от той цели, к которой мы направились и твердо идем, которую Бог оставит перед нами. И та натура сатаны, почему он это делает, потому что он вначале не был благодарен своим положениям. И из-за того, что он не выполнял той роли, которую Бог поставил для него, Бог свергнул его на землю. И, оказавшись здесь, на земле, для него открывается большая деятельность делать то же самое, чтобы люди были изданы из рая, были в стороне от Бога, не шли по тем рельсам, по которым Бог сказал им идти, но чтобы были заняты совершенно другим. Когда мы говорим об искушении, вначале мы посмотрим на натуру, или на природу искушения. Всякие искушения, мы говорили о двух разных словах, что есть искушение и есть испытание. А испытания, они проверяют нас на стойкость нашей веры. Искушение же желает ввести нас на негре. Искушение, это еще не есть грех. Но это очень легкий способ согрешить уже, когда все создано для того, чтобы ты мог согрешить. И этим орудием не заправляет кто-то другой, кроме как сатаны. И мы читали в Матфея, в 4 главе, посмотрите, в 1 стихе. «Тогда был Иисус возведен Духом в дикую местность». Для чего? Для искушения от дьявола. Дьявол сторонник искушений. Он всегда будет работать через искушение. И это его излюбленное орудие. Тогда, когда он работает через искушение, посмотрите, с каких сторон заходят часто к нам искушение. Если вы проанализируете вашу жизнь, вы увидите, что вот эти самые близкие к нам враг, это наша плоть, или чуть окружающий наш враг, это наш мир, или тот, который стоит за всем этим, это дьявол, эти вот три вещи будут всегда стараться сбить нас с целью. Посмотрите, в послании Якова, 1 глава, 14 стих. Послание Якова, 1 глава, 14 стих. «Но каждый искушается, когда увлекается своей собственной похотью и соблазняется». Почему это так? Потому что мы слабы, мы правы. Мы есть те, которые должны смотреть на Божьи ценности. Бог ценит крепкую веру. Что люди ценят? Люди ценят красивую машину, или красивую одежду, или красивую мебель, или еще что-то временное, что в конце концов сгорит. Потому он и искушается. Залазит в долги в банк, потом должен идти на работу, в воскресенье, вместо того, чтобы питать бессмертную душу, он занят трудом, чтобы им отдать проценты. И тогда, когда мы смотрим на вот эту плоть, которая ближе всего к нам, и которая действеннее всего проявляется в искушении, посмотрите на другое описание в первом Иоанна, во второй главе 16 стих. 1 Иоанна, 2 глава, стих 16. А что в этом мире мы находим? И во все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, и гордость житейская. Посмотрите, нравится ли это Богу, что есть в этом мире? Написано, не есть от Отца, но от мира. Если это не от Отца, тогда мои глаза и моя плоть не должны любоваться этим, не должны открывать рот, когда я вижу там свежеприганную машину, или новый дом построенный, или новую одежду на ком-то. это не от Отца. И если оно не от Отца, оно не должно привлекать мое внимание. А посмотрите на книгу Притч, первую главу, 10 стих. Книга Притч, 1, 10. Десятый стих говорит, «Сын мой, если грешники будут соблазнять тебя, не соглашайся». А возможно, вы даже сегодня с утра получили звонок, или сообщение, или что-то, идем с нами, вот там есть выставка, вот там есть концерт, вот там есть что-то, где-то, как-то. «Сын мой, если грешники будут соблазнять тебя, не соглашайся». Одна из причин, искушения, это не только грешники, это не только наше плодие, не только сатана, а являются наши друзья часто, которые предлагают нам, «Сегодня воскресенье, надо уже расслабиться, впереди трудовая неделя, давай пойдем куда-то в кафешку, давай, а вот в день рождения празднуем, или еще не знаю какие». И часто наши друзья, которые близки к нам, они являются источником для искушения. «Посмотрите, в Батфея, в 16 главе, был один из ревностных учеников у Иисуса, его звали Петр. Может быть, сегодня и вас зовут Петя, но помните, что роль Петра не была в том, чтобы помочь Иисусу в этом случае, а чтобы отвлечь его от настоящей цели. А посмотрите, 16 глава, стихи 22 и 23, в какой роли выступает Петр здесь, будучи близким, или из круга любимых учеников. Вы знаете, что Петр всегда был с Иоанном, с Яковым, это как три столбари, основная, центральная группа, посмотрите, в этом отрывке, каким образом выступает Петр. Тогда Петр взял его и начал укорять его, говоря, да, будет это далеко от тебя, Господь, этого не будет с тобой. Но он обернулся и сказал Петру, стань позади меня, сатана, ты для меня преткновение, ибо наслаждаешься не тем, что от Бога, а тем, что от людей. Вот как важно различить, что же по-настоящему от Бога. Является ли мой друг голосом Божьим в этом случае, или он отвлекает меня от Бога, чтобы увидеть мою слабость и увидеть, в конце концов, мое падение и разрушение. Когда мы смотрим на источники искушения, мы видим, что это сатана, мы видим, что это плоть, мы видим, что это неправильное окружение наше, нечестивые люди, которые Библии не читают, которые живут по своим похотям, и иногда это наши друзья. Посмотрите теперь на методы искушения. Очень и очень важно знать, какими методами пользуются, будь то друзья, будь то враги, будь то сатана и на наше плоть, чтобы затянуть нас в это болото, из которого будет трудно выбираться. Посмотрите, в книгу притчи, 30-й глава, 9-й стих. Книга притчи, 30-я глава, 9-й стих. В 9-м стихе написано, чтобы я не присытился, для многих людей это не ограничение. Они для того и живут, чтобы присыщаться. Все, что когда бы ты не позвонил им или когда бы ты не спросил, что ты делаешь? Кушаю, наслаждаюсь жизнью. Для них жить это значит есть. Они для этого живут. А самые новые блюда, самые свежие, самые изысканные, они для этого живут. Вот это один из методов искушения, когда я занят едой, не занят тем, что Бог желает, чтобы я делал. Чтобы я не присытился и не отрекся в тебя и не сказал, кто Господь, чтобы я не обеднел и не стал красть и произносить имя Бога моего напрасно. Посмотрите на две причины. Один пресыщенный Бога не ищет, другой бедный и снова Бога не ищет, ищет хлеба, ищет, чтобы насытить плод. Когда мы в одной крайности или в другой крайности, это оба метода сатаны, а когда мы не полагаемся на Бога, не доверяем Богу, а полагаемся на свою еду или на свои силы, чтобы обеспечить себя игорем. Другой метод мы посмотрим в книге чисел 22 главе 17 стих. Книга чисел 22 глава 17 стих. Посмотрите не только бедность или богатство могут быть методами, а третий метод это популярность. А что скажут обо мне люди? Как они обо мне отзовутся? 17 стих. Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей. Чтобы быть популярным у царя, нужно сделать то, что скажет царь. И многие люди не смотрят на то, во что это обойдется? Что им нужно сделать? Возможно солгать, возможно украсть, возможно обвести кого-то или сказать ложь какую-то. Они идут на это, чтобы быть популярным в своем окружении. это так же метод искушения, который сводит нас на нет и оставляет нас в конце концов разочарованы. Посмотрите, в третью книгу царств, в девятнадцатую главу, четвертый стих, это еще один метод искушения, разочарования. Девятнадцатая глава, четвертый стих, третья книга царств. А сам отошел в пустыню на день пути и пришедший сел под божевелым кустом и просил смерти себе и сказал довольны уже Господи возьми душу мою ибо я не лучше отцов моих. Мы видим этого человека снова, который уходит в пустыню, не остается там, где он должен быть, где Бог его поставил, чтобы возвещать о имени своем, чтобы выполнять его планы. Он идет для того, чтобы молиться той молитвой, на которую Бог не отвечает. И представьте себе, в нашей жизни вот там заболело плечо, заболело колено, о Господи, забери от меня жизнь. Что если бы Бог бы выполнял каждую из таких глупых молитв? Но мы рады тому, что Бог видит, что это для нас искушение, и он не выполняет то, что мы просим. Третий пункт наш, это виды искушения. Мы смотрели на источники искушения, смотрели на методы искушения, теперь посмотрим на разновидность искушения. Во-первых, посмотрите в книгу Йова, во втором углу, девятый стих. Многие люди находятся среди нас, но вместе с тем не поменяли своему мышлению, не убедились в Божьей перерождающей силе, и остаются теми же плотскими людьми, требующими, может быть, уважения к себе, или послушания, или подчинения. Посмотрите, во второй, говорили, девятый стих мы находим в книге Йова, это его супруга, которая находится рядом с Йовом, но не говорит о том, что узнала она Божью перерождающую силу. Посмотрите, что она говорит своему мужу. Тогда сказала ему жена его, ты все еще сохраняешь целостность твою, прокляни Бога и умри. Это мышление сегодня мира. Если тебе сказали, что ты болен раком, или что ты болен спидом, или ты болен не знаю, какой неизлечимой болезнью, то все, лучше сразу на кладбище. Тебе не нужен Бог, тебе не нужен никто, иди, закажи себе место там, иди, повесься, иди, что-то подобное не говоря, как говорит жена Йов. И это языческое мышление. Вместо того, чтобы доверять Богу, вместо того, чтобы упрашивать Бога, поменять обстоятельства, они идут на вот это такой без пути, без сопротивления, потому что всю жизнь они шли без сопротивления. Посмотрите, в Матвея 4 глава 3 стих мы видим искушение Иисуса и его реакцию на искушение. Когда Искуситель подошел к нему и сказал, если ты Свин Божий, бери, чтобы эти камни сделались хлебом, что Иисус сказал? Ну, раз ты говоришь, я сделаю. Нет, Он оказывает ему сопротивление, Он не слушается того, что случается с Ним. И из-за этого является нам примером сегодня, что Он вышел победителем, и мы можем быть победителями, если мы слушаемся Божьих слов. Тогда, когда мы смотрим на Искусителя, который искусно извращает Писание для того, чтобы согласить нас, для того, чтобы убедить нас не пользоваться Писанием, а смотреть на то, что говорит Он, мы поступаем подобно Еве, которая Божьи слова поставила в сторону, и для которой слова сатаны показались более правильными. Мы говорили в прошлый раз, что Он убийца, что Он вор, что Он никогда не выполняет Своих обещаний, потому смотреть в Его сторону, или слушаться Его слов, является большой опасностью. Посмотрите, в Матфея 4 главу 6 стих. И говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелам своим даст поделение относительно тебя, и на руках своих они понесут тебя, чтобы в какое время ты не ударился о камень ногой твоей. А мы снова видим извращение Божьих слов. Если мы посмотрим на отрывок в книге Псалма, в 90-м Псалме, вы увидите, что там нет некоторых слов, и другие изменены. А потому сатана искусно пользуется тем, что мы не знакомы с Писанием, для того, чтобы свести нас на нет, для того, чтобы заставить нас быть своим рабом. другой отрывок из 13-й главы Иоанна, посмотрите, 21-й по 30-й стихи. Иоанна 13-я глава. Сегодня избавлены от подобных грехов, но вместе с тем, что Давид был сильный воин, и был муж по сердцу Божьему, это одолело его, и это сильно одолеть многих молодых людей, которые смотрят туда, куда смотрел Давид. Смотрите, со 2-го по 4-й стихи. Однажды под вечер Давид встал с постели, скажите, что он делает на постели аж вечером? Утром встают в постели, не вечером встают в постели. Давид весь систем целый день провалялся в постели. Прогуливался на крови царского дома и увидел с кровью купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И после Давид послал Давид разведать кто это женщина и сказал ему, это Версария дочь Илеи Ама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с ней. Когда же она очистилась от печи своей, возвратилась в дом свой, женщина «Я беременна». Это другой вид искушения. Если мы не подались на деньги, если мы не подались на то, чтобы сатана привлек нас чем-то другим, это один из его методов, как привлечь нас. Обозначительно другой вид искушения, это гордость. Из Даниила 4 главы 30 стих. Книга Даниила 4 глава 30 стих. У каждого есть свое слабое место, и сатана бьет в это слабое место в самое неожиданное время, когда это место находится в самом слабом состоянии. Поэтому мы будем помнить об этом, для того, чтобы сатана не нанес там такого поражения. в русской библии это будет 27 стих, не будет 30 стих. В румынской это будет 30 стих. Царь сказал, это ли не величий Вавилон, который я построил, я и дом царства силой моего могущества, славу царства, славу моего величия. Посмотрите, сколько раз он говорит, я построил моего величия. то есть это говорит о том, что он не желает признать Бога, а хвалит себя, хвалит свои достоинства. Хваля свои достоинства, мы знаем, что это вид искушения, которое ведет тебя к разрушению. Если чуть позже мы прочитаем 34 стих, на ненавык славу и правосудшую величию царя небесного, которого все дела истины, пути праведные, и который силен смирить ходящих гордок. Мы знаем, что произошло между этими двумя пунктами с этим царем. И это произойдет с нами, если мы будем ходить гордок. Это правило, которое действует у Бога без исключения. Бог гордым противится. Потому видя людей гордых, надменных людей, тщеславных людей, будем помнить, что это Божий метод работы. Он силен смирять гордых. Мы жили в Советском Союзе, смотрели фильм «Богатые тоже плачут», и теперь видим, как они плачут. Другой метод искушения это вот этими средствами привлекло Аханам в книге Иисуса Навином в седьмой главе мы находим этот пример, когда Бог сказал ничего не трогать из заклятого. Все это должно быть несено в долг Божий. Ахан же посмотрел, ага, это одежда, такой я никогда не имел. Смотри, золото и серебро никто не увидит. Пришел спрятал это у себя в палатке. И это было причиной следующего поражения до тех пор, пока они не были выведены все по коленам, по семьям, по родам для того, чтобы обнаружить Ахана и вместе с семьей они написано погибают. Чтобы не было такого с нами, мы возьмем это на вооружение для того, чтобы нас не привлекало чужое имущество. И то, что Бог сказал принадлежит храму, оно должно было быть адресовано в дамках. Для четвертых людей это удовольствие. Посмотрите на Гимаса из 2 Тимофея 4 главы 10 стих. Многие люди сегодня не посещают служение из-за того, что их влекут удовольствие. Где-то фильм показывают, где-то свадьба, или где-то еще что-то. И из-за того они отсутствуют среди нас. 2 Тимофея 4 глава 10 стих. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив этот нынешний мир, и ушел в Фессалонику, крикерс в Галактию, кит в Далматию». Посмотрите, что говорит вам слова «возлюбив нынешний век». Мы чуть раньше читали о том, что то, что есть в мире, не есть от Отца. Отцу это противно. Димас устремил свой взгляд на то, что есть в нынешнем веке. «Устремив свой взгляд туда», написано «ушел». И ушел безвозвратно. Мы не находим, что он вернулся обратно, мы не находим, что он как-то помогал Павлу или сотрудникам Павла, находясь в этом мире, он заработал много денег и помог служению. Ничего из этого мы не находим. Уйдя в этот нынешний мир, он ушел безвозвратно. Потому тогда, когда мы смотрим на все эти методы, мы должны посмотреть еще на как побеждать вот эти искушения. И это будет самым главным и самым лучшим пунктом из того, что мы изучаем сегодня. Посмотрите на Откровение 3 главу 10 стих. Последняя книга Нового Завета, 3 глава, стих 10. «Ибо так ты сохранил свое терпение... Две странички здесь, что ли? «Так как ты сохранил слово терпения моего, сохраню тебя и я от часа искушения, который придет на весь мир, чтобы испытать тех, кто обитает на земле». Тогда, когда мы слышим слова такого обещания, какова наша роль теперь? Сохранить себя от этого мира, чтобы последствия быть сохранены от частных искушений, которые придет на весь мир, чтобы испытать тех, кто обитает на земле. Сохраняясь от этого мира, мы имеем залог или мы имеем переход, который обещает нам сохранить нас. И мы видели множество таких примеров в Священном Писании, когда раб или когда другая женщина или мужчина прятали соглядатые в каких-то благодаря тому, они были сохранены и все семействе было сохранено. Потому и мы сохраняя себя от того, что царствует в этом мире, имеем это обещание. И это обещание имеет большое значение для каждого из нас. А посмотрите на другой отрывок из 2 Тимофея, 2 главы 22 стих. Мы только были во 2 Тимофея. 2 глава 22 стих. Убегает также юношеских похотей, «Но следуй праведности, вере, любви, миру с теми, кто призывает Господа от чистого сердца». Это другой метод, как иметь победу. Убегай юношеских похотей. Но чему следовать? Ты должен быть чем-то занят. Если ты просто будешь убегать от похоти и будешь бездействием, а ты будешь снова поглощен чем-то другим. Потому написано «Следуй праведности, вере, любви, миру с теми, кто призывает Господа от чистого сердца». В книге притчи 4 глава стихи 14 и 15 прочитаем еще. 4 глава стихи 14 и 15 «Не вступай на связи нечестивых и не ходи по пути своих людей, сторонись его, не проходи им, уклонись от него и пройди мимо». Посмотрите, чтобы не попасть к искушениям, как близко мы можем проходить мимо него. Написано «Не проходи мимо», «Обойди десятой дорогой». «Если вы знаете, что для вас искушение, скажем, алкоголь, обойдите этот бутик или эту точку, где продается алкоголь. Если вы знаете, что ваше искушение это деньги или это слава, или что-то еще, обойдите десятой дорогой, для того, чтобы не попасться в эту ловушку снова и снова». Посмотрите, каким образом Иисус осторонился их. 26-й главе Матфея, 41-й стих, 41-й стих, 26-й главе Матфея. «Бодросту идти и молитесь, чтобы не войти во искушение. Дух действительно желает, но плоть слаба». Вы желаете быть в церкви, но вы на церкви не находите, потому что по дороге есть бар или есть дискотека, или есть музыка, или есть магазин, или есть что-то еще есть, что является вашим слабым пунктом, который не пропустит вас туда, который увлечет ваше внимание и займет ваше мышление и заставит вас делать совершенно другое, не то, что вы намеревались. Посмотрите, в Луки 22-й главу 31-й и 32-й стихи. 31-е и 32-й стихи 22-й главы Луки. И сказал Господь, Симон, Симон, вот сатана желал получить тебя, чтобы просеять тебя, как пшеницу, но я молился за тебя, чтобы не стащилась вера твоя, и когда ты обратишься, укрепи братьев твоих. Вот это наша обязанность, чтобы мы сами укреплялись и вместе с тем не оставались бездейственными, а укрепляли других. И еще один метод, как избежать искушений, с 1-го коринфянам, 10-я глава, 13-й стихи. Смотрите, 1-я коринфянам, 10-13. Выучите его наизусть. Это послужит хорошим напоминанием вам тогда, когда будут приходить различные искушения с различных сторон, различными методами для того, чтобы свести нас на нет, чтобы отбить нас от цели. 10-я глава, стих 13-й. Вас постигло искушение невинное, как человеческое, но верит Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх того, что вы можете, но с искушением даст и выход, чтобы вы могли перенести его. Бог всегда оставляет выход, и мы должны воспользоваться этим выходом, несмотря на то, что скажут друзья, сказать им нет, а если кто-то еще что-то скажет, сказать им нет, это учит меня Господь, Он приготовит для меня этот выход, я должен воспользоваться за ним. Мы помолимся Господу и попросим у него сил для того, чтобы Он помогал нам избегать искушений. И мы победуем. Помолимся.